Здравствуйте, уважаемые. Взгляд учителя. И хотелось бы начать с того, чтобы процитировать Генри Форда. «Coming together is a beginning, keeping together is progress, and working together is success». Эти слова созвучны с любым начинаем, которое предполагает слаженную работу в команде. Но коллектив авторов самого известного в стране УМК по английскому языку добавляет, «Ничто не происходит с собой собой. Для запуска проекта, предполагающего совместный труд, нужен еще и талантливая организация». И бессменным лидерам, который ведет свой коллектив уже на протяжении 20 лет, для преданной команды авторов остается Владимир Петрович Козович. И сегодня маэстро празднует свой юбилей. Уважаемый Владимир Петрович, хотелось бы зачитать вам письмо президента группы компании «Просвещение» Михаила Юрьевича Кожевникова. Уважаемый Владимир Петрович, от лица группы компании «Просвещение» сердечно поздравляю вас с юбилеем. Мы гордимся тем, что ваш профессиональный путь автора одного из самых известных популярных в стране учебников включился в издательстве «Просвещение». Высочайший профессионализм, самодача, трудолюбие и умение решать сложнейшие задачи снискали вам заслуженный авторитет и признание и уважение ваших столетов. Обладая глубокими разносторонними динами, огромной энергией и высоким профессионализмом, вы сегодня по-прежнему упорно работаете, по-прежнему масштабно уменьшите. Вы являетесь воплощением самых лучших черт российского ученого, блестящего филолога и педагога. Ваш класс развития методики обучения английскому языку значим и востребован. Вы никогда не останавливаетесь на достигнутом, удивляя окружающих своей энергией, целеустремленностью и работоспособностью, заставляя поверить свои силы в ваших учеников и их коллег. Ваш путь — это пример служения науке и образованию, верности и преданности выбранным идеалам. В этот знаменательный день от всей души желаю вам крепкого здоровья на другие годы благополучия, новых творческих успехов, сил и вдохновения для осуществления всего задуманного. С уважением. Президент группы компании «Просвещение» Наталья Юрий Азебникова. Уважаемый Владимир Петрович, позвольте поздравить и от себя лично с этим замечательным юбилеем. Хотелось бы пожелать вам, чтобы вся ваша жизнь была полна радости, счастливых событий и яркого удовольствия. Крепкого вам здоровья и позитивного духа. И прежде чем мы перейдем к обсуждению вопросов, которым мы запланировали, позвольте продемонстрирую вам видеоролик, подготовленный заведующей кафедрой иностранных языков и международной деятельности Института развития и образования Краснодарского края Науменко Ольгой Сергеевич. Пожалуйста, подключите ролик. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Уважаемый Владимир Петрович, дорогой Владимир Петрович, Ваш праздник, Ваш замечательный юбилей, Мои самые искренние поздравления, здоровья Вам и личного счастья, вдохновения и профессиональной победы. Горжусь знакомству с вами всего самого мира. Субтитры создавал DimaTorzok Уважаемый Владимир Петрович, поздравляю Вас от всей души с юбилеем. Желаю Вам прежде всего здоровья и благополучия. И, учитывая Вашу активную жизненную позицию, желаю Вам также реализации Ваших профессиональных и творческих идей, всех Ваших планов и проектов. И хочу сказать, что за время многолетнего сотрудничества у нас сложились не только профессиональные, но и дружеские отношения. Поэтому надеюсь на новые встречи. Будьте здоровы, Владимир Петрович, и мы Вас ждем. Знакомила и с удовольствием хочу поработать с Вами. И жду от Вас все-таки учебника по немецкому языку. Итак, с юбилеем! Ура! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И, конечно же, коллеги, уважаемые слушатели, у Вас есть возможность поздравить Владимира Петровича лично. Ну а мы, в свою очередь, дорогие слушатели, ждем Ваши комментарии, отзывы в чате и с удовольствием с ними ознакомиться. И я передаю слово членам авторского коллектива Ольге Викторовне Дубановой, Елене Вячеславовне Кузнецовой, а также специалистам по учебно-методической работе как и для гуманитарного и физического образования Института развития образования Липецкой области Елене Михайловне Каланейцевой. Олег, вам слово. Включили. Да, мы? Угу. Слышно нас, да? Угу. Ну я сегодня уже выступала, да, как член авторского коллектива. Да, но сначала мы вот с Еленой Михайловной, потому что я же еще являюсь теперь сотрудником, да, Института образования Липецкой области, где мы работаем совместно с коллегой Каланейцевой Еленой Михайловной. И я, как член авторского коллектива, как сотрудник Института развития образования, хочу поздравить Владимира Петровича, нашего ведущего автора, с днем рождения. И, конечно, пожелать здоровья, правильно, прежде всего, в эти такие вот непростые годы, это, конечно, здоровье, сил, энтузиазма. Ну, немецкий язык, может быть, это уже перебор, писать учебник по немецкому языку. Но вообще делать очень-очень много. И нам, как авторскому коллективу, нужно собраться и еще дальше делать и переделывать, потому что все меняется, жизнь меняется, много есть всяких забот. Ну, а сейчас Елена Михайловна Каланейцева, вот как раз от учителей, больше человек, работающий дольше с учителями, и взгляд учителей, и как раз вот она передаст вот эти вот учительские слова, потому что учителя, они, конечно, очень много. Вот жалко, что нет встреч, конечно, если бы могли бы собраться, естественно, было бы больше и поздравлений, и больше таких, но всех в экран нельзя поместить. А учителя писали нам по этому поводу очень свои отзывы, и вот это вот обсуждение мы тоже кинули как бы в чат, вот это обсудить, эти вопросы, которые вы дняли на круглом столе, почему такие учебники, как они, хорошие, нехорошие. И вот Елена Михайловна от учителей как раз и скажет. Да, дорогой Владимир Петрович, я большой привет передаю от наших учителей, которые вас очень любят, скучают, хотят снова увидеть на наших курсах повышение квалификации. Мы с надеждой ждем минуты, когда вы снова к нам придете, мы сможем так общаться. Сегодня я буду говорить от лица учителей и педагогов Липецкой области, которые работают по вашему УМК, созданные уникальным авторским коллективом, которым руководите вы. Я буду приводить взгляды на УМК разных учителей, не буду называть фамилии, потому что их достаточно много, но они интересные. А вот одно из них. В настоящее время в федеральном перечне учебников, допущенных к использованию в общеобразовательных школах, список учебников английского языка довольно большой. И порой трудно сделать выбор в пользу того и новой УМК. Но я думаю, что для липецких учителей и не только для них выбор очевиден. Это УМК Ингридж-Кузовлева и точка. Чем интересен УМК? УМК интересен прежде всего детям. Тематика соответствует возрастным особенностям каждой ступени обучения. Ребятам есть что обсудить, так как проблемы, которые затрагиваются в учебниках, актуальны и современны. В учебнике нет готовых для зазубривания тем, но в то же время есть мнения подростков на предложенные темы, которые позволяют задать направление, высказывая или наоборот вызвать жаркие споры. Для более слабых учеников они являются опорой для выражения собственного мнения. Следующий взгляд другого учителя. Темы для изучения разнообразны и охватывают все области жизни и культуры в англоязычных странах. В учебниках, рабочих тетрадях, книгах для учителя представлен материал о культурном многообразии, основных достижениях и проблемах современного англоязычного мира. И что самое важное, ведь весь треноведческий материал преломляется и логично пересходит на разговор о родной культуре. И что хочется еще отметить, о родной культуре дети узнают из данного, из вашего учебника порой даже больше, чем на уроках русского литературы и истории. Ну, следующий взгляд. Взгляд другого учителя. Если мы внимательно будем изучать материалы Олимпиад последних лет, то невозможно заметить, что все больше заданий над продуктивной виды речевой деятельности, такие как письмо и говорение, направленное представление родной культуры на английском языке. Что делает наличие подобного материала в ЛК кузове, Владимир Петрович, еще более ценно. А сейчас я буду представлять взгляд учителя, который учился преподавателем, которого вы были. Кроме того, ОМК удобен для учителя, логично выстроен, продуманно переходы от этапа к этапу, как внутри уроков, так и между уроками. И здесь необходимо отметить тот факт, что липецким учителям этот ОМК удобен и привычен, как никакой другой, потому что он выстроен именно по той методике, которую нас обучали в Липецком государственном педагогическом университете. Не говоря уже о том, что лекции в университете читал сам Владимир Петрович Кузовлев. Вот. И еще. Иногда случается так, что нет времени на детальную подготовку к уроку по разным обстоятельствам. Но если вы работаете по ОМК Кузовлева, нет проблем. Все знаки сохранены. Открываем учебник, книгу для учителя и вперед. Тем более, что в каждый урок выстроен, согласно знакомой каждому выпускнику ЛГПУ схеме, мало какой ОМК дает такое подробное описание этапов уроков книги для учителя. Что делает ОМК Кузовлева актуально на современном? Не только тематика, а также наличие целенаправленной подготовки к единому государственному экзамену. И если обратить внимание на новые учебники для 10-11 классов, которые, наконец, тут стоят восклицательные знаки, наконец, включили федеральный перечень УРА, тут троекратное, то не заметить, что они целиком и полностью направлены на подготовку ЕГЭ, невозможно. Безусловно, как и все остальные учебники данной линейки, они построены по всем принципам коммуникативной технологии на языкное образование, а также содержат огромное количество заданий в формате ЕГЭ. Уважаемый Владимир Петрович, пишите учебники, издавайтесь, а мы, учителя, с удовольствием будем работать по вашим учебникам. Дорогой уважаемый Владимир Петрович, поздравляю вас с юбилеем. Мы желаем вам крепкого здоровья, большого личного счастья, неиссякаемого оптимизма, совершения всех планов и надежд. Ваше человеческое обаяние, такт в общении с людьми, способность находить правильные пути в решении самых-самых трудных вопросов, как уже говорили, снискали вам огромное доверие и искреннее уважение педагогов нашей области. Владимир Петрович, уважаемый, от всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, добра и всего самого наилучшего, искренне ваше. С днём рождения! С днём рождения! Спасибо большое, коллеги. А сейчас я хочу передать слово заведующей кафедрой иностранных языков и международной деятельности Института развития образования и фестандартного края Ольга Калинина Уникальна и доценту кафедры и почётному работнику в воспитании и просвещении Российской Федерации Леониде Евгении Авсиенко. Коллеги, прошу вам слово. Здравствуйте, коллеги. Нам очень приятно присутствовать на таком значимом событии, круглом столе, который как бы связан с такой чудесной датой, юбилеем Владимира Петровича. И, конечно же, хочется сказать, что вот наше тесное сотрудничество через УМК началось очень много лет назад, больше 20 лет. И я тогда ещё работала учителем в школе, и для меня, как для учителя, этот УМК был УМК номер один, как, собственно, он и был для всех учителей Краснодарского края. И мы с этим УМК прошли очень долгий, но очень интересный путь. И нужно сказать, что он остался таким же современным и актуальным, потому что вот авторский коллектив под руководством Владимира Петровича Кузовлева никогда нас не оставлял. Всё время были какие-то жизнеизменения в образовании. Всё это нашло отражение в УМК. И отвечая на вопрос, в чём преимущество УМК, конечно, можно говорить о многих сильных сторонах его. Но для меня, как для сотрудника кафедры, я выражаю мнение и учителей Краснодарского края, заключается в том, что УМК разработаны на основе методической концепции коммуникативного иноязычного образования. Ведь она настолько уникальна, и уникальность её заключается в том, что она обеспечивает не только обучение английскому языку, достижение всех групп образовательных результатов. Но и, с моей точки зрения, самое важное достигает цели вообще образования, развивает индивидуальность ученика в диалоге культур. Потому что приобщение нашего подрастающего поколения к культурному опыту человечества это вообще признанная необходимость, цивилизационная задача. И вот эта технология, которая есть в УМК, технология формирования ценностных ориентиров, помогает нам это сделать. Это очень ценно важно. Я думаю, что именно вот эти технологии, технологии коммуникативно-иноязычного образования, технология формирования ценностных ориентиров, отличает этот УМК от всех остальных. И, конечно же, если говорить вообще о работе учителя с УМК, то самое важное, что отмечают наши коллеги, учителя английского языка Краснодарского края, что он избавляет учителя от рутинной работы, потому что это полный УМК. Наличие полноценного методического портфеля избавляет их от рутинной работы, освобождает время для создания творческих уроков. А вот этот методический аппарат, эти задания, упражнения, их богатство позволяют это сделать. Спасибо вам, Владимир Петрович, спасибо вашему авторскому коллективу, единомышленникам за УМК «Английский язык». И я думаю, что как 20 лет назад он снова станет УМК номер один. Ну и, коллеги, в продолжение, если мы говорим о такой 20-летней, более чем 20 лет истории учебника, то мы не можем не сказать о том, что из 44 муниципалитетов Краснодарского края, муниципальных образований, в 19 муниципалитетах этот учебно-методический комплект используется. Это, как, знаете, как первая любовь, она либо проходит, либо навсегда. Вот для этих коллег это стало как раз той большой любовью, которую они пронесли. Ну и учителя наши, и Владимир Петрович, как руководитель авторского коллектива, мог в этом убедиться, отмечают еще и вот такую вашу мощную поддержку с точки зрения оказания нам методической помощи. Это большое количество авторских семинаров, тогда, когда они были возможны. Это авторские встречи, это уникальная возможность задать вопрос автору. И сейчас большое спасибо Ольге Викторовне Дувановой и Юлии Николаевне Кобец, которые вот в это непростое время вышли с нами на связь, подготовили вебинары и провели с нашими коллегами вот так точечно по тем проблемам, которые интересуют и волнуют учителей Краснодарского края. И мы, конечно, очень рады, что вся линейка теперь занимает достойное место в федеральном перечне. Ну и вот в заключении выступления нашего, да, хотелось бы прочитать вам, Владимир Петрович, посвящение. И вы слышали уже эту нашу коллегу Татьяну Валентиновну Воронову, которая начинала работать по вашей линии учебников и продолжает. Посвящение вам ваш замечательный юбилей Сплетает жизнь причудливым узором Всю череду прошедших лет и дней Остановиться и окинуть взором Все, что сбылось, поможет юбилей Отличной дате ставим мы пятерки Они задолгий, каждодневный труд Вы на виду судьбы под взглядом зорким Вся жизнь в профессии С размахом амплитуд Ваш вклад огромен, ценен Многозначен И делом всех коллег-учителей Он подтвержден, достоин Это значит, что верен выбор Там вы, где нужней Мы благодарны вам, что сопричастны За этот творческий, незыблемый альянс Быть на пути познания — это счастье Спасибо вам за этот редкий шанс Спасибо вам С днем рождения С днем рождения И ждем вас и ваш авторский коллектив У нас на Кубани Коллега, спасибо вам огромное И вот такие приятные слова В адресу Владимира Петровича Ну а мы движемся дальше И, к сожалению, в силу ряда обстоятельств Валентина Михайловна Каднаева Начальника отдела филологии и искусства Про собственную повышение квалификации И профессиональной переподготовки Работников образования Не смогла присутствовать на Вероника Васильевна Вероника Васильевна, пожалуйста, вам слово Вероника Васильевна Ага, еще раз Слышно меня, да? Презентацию вы демонстрируете? Да-да-да, я буду демонстрирует презентацию Еще раз хочу сказать Здравствуйте, уважаемый Владимир Петрович Здравствуйте, дорогие коллеги Дорогие друзья Я бесконечно рада Той возможности принять участие Сегодня в столь значимом мероприятии Для всех, для нас И лично поздравить Уважаемого Владимира Петровича С юбилеем И сегодня я подготовила Небольшую презентацию Которая поможет мне А, нам не дают права На то, чтобы презентация пошла Дайте, пожалуйста, нам права На то, чтобы пошла презентация Марина Витальевна Написано, вы не можете подключиться Владимир Петрович, небольшая заминочка Но я вас вижу И очень рада видеть вас всех И уже соскучилась И вот я вошла в свой режим Уважаемый Владимир Петрович Примите мои сердечные поздравления Я от всей души желаю вам Энергии, оптимизма Реализации всех творческих планов Крепкого вам здоровья Радости, счастья И благополучия Вы являетесь авторитетным ученым И ваши труды получили Всероссийское мировое признание И я от всей души желаю вам Дальнейших творческих достижений На ниве образования Владимир Петрович, у вас счастлива Судьба позитивного и уверенного В себе человека Вы всегда находите силы меняться Перенимать и понимать всё новое Отвечать на вызовы временем Вы создали дружеский коллектив Соавторов-профессионалов Единомышленников Подготовивших отечественный Инновационный учебно-методический комплекс Английский язык Который основан на идее развития Индивидуальности в диалоге культур Бесконечная благодарность вам Владимир Петрович За возможность личного Профессионального общения За бесценный опыт Незабываемого творческого сотрудничества Ваш личный вклад Неоценим в сознание условий Для профессионального взаимодействия Учителей английского языка На всероссийском уровне Спасибо вам, Владимир Петрович За наш город Белгород Мы, белгородцы Испытываем чувство гордости От того, что на руках английского языка Все ребята России Которые держат в руках учебник Английский язык 7 класс Узнают о городе Белгороде И его легендарных достопримечательностях Музея Диорами Курская битва Литературном музее И многих других исторических местах Города Белгорода Еще раз спасибо вам За эту бесценную страницу Вашего замечательного ОМК Мы очень благодарны вам за нее И отдельное спасибо За региональный компонент За поддержку в создании Рабочей тетради Белгород Риджин Учителя английского языка города Белгорода И Белгородской области С большим энтузиазмом Приняли участие В создании исследовательских проектов Посвященных малой родине Спасибо за ваши встречи С учителями Белгородщины За вашу открытость Деликатность За доброжелательность Человеческую И профессиональную поддержку Уважаемый Владимир Петрович От себя лично И всех моих коллег Белгородщины Хочется выразить вам слова признательности За этот колоссальный труд Вложенный в создание инновационного учебника За преданность профессии Верность своим убеждениям и идеалам От всей души Желаем вам энергии Оптимизма И реализации всех творческих планов Мы вас очень любим Обнимаем И разрешите даже вас поцеловать С юбилеем вас Владимир Петрович Вероника Васильевна Спасибо большое Такие приятные слова Ну а мы движемся дальше И позвольте пригласить В нашем круглому столу Доктора феологических наук Профессора Заведущей кафедрой Назвичного образования Новосибирского института Повышения графикации И переподготовки Работников образования Надежда Ефимовна Надежда Ефимовна Пожалуйста Вам слово Надежда Ефимовна Учитель английского языка Школой номер 276 Города Санкт-Петербурга Валентин Федоровна Тапурия Которая подготовила Также для вас презентацию Сейчас я ее Еще одну минуту Надежда Ефимовна Вы с нами Тогда мы передаем Сейчас сначала вам слово А потом Валентин Федоровна Если вы не против Пожалуйста Надежда Ефимовна Вам слово Уважаемые коллеги Добрый день Я очень рада И счастливо Приветствую вас На такой Замечательной дате Которая У нас Случилась В образовании Я бы хотела Несколько слов Буквально Посвятить Владимиру Второвичу Кузовну Которого Считаю Удивительным Доброжелательным Приветливым И открытым Человеком Для диалога Преподавателя Ведущего Автора Линии ОМК English To Learn Для Общеобразовательных Почтеждений Заведующий Отделом Авторского Сопровождения Учебной Продукции Издательства Посвящения Кандидат Професса Первое Знакомство Которое У меня Произошло С Владимиром Петровичем Это Был 1998 Год Это Личное Знакомство А до Этого Я уже Начала Работать По Учебникам По Учебнику 5.9 Владимира Петровича Кузовлева Тот Семинар На котором У меня Довелось Увидеть Живую Владимира Петровича Кузовлева Произвел Мне Владимир Впечатление Не только На меня Но и На всех Учителей Которые Присутствовали На этом Семинаре И Познакомиться С новым Который Автор Линии ОМК Мер Английского Языка Разработал С авторами Коллективом Детиномышленников Рассказал Просто понятно Легко И доходчиво Это сильно Нас всех впечатлило И покорило А потом Дальше От 5.9 У МК Я перешла К УМК И мы 10.11 Мои Учащиеся Выпускники Вместе Со мной Усваивали Лексику Работали С словарем Понимали Грамматику Читали Тексты И Работали С такими Навками Как Аудирование Развитие Монологической Идеологической Речи С проектной Работой Им Очень Понравился Этот Выпускник Раньше Которые Учились Еще С 95 Года Буквально Вчера Из-за С Выпускницей Я Разговаривала На этой теме Она сказала Это самый лучший Из всех учебников Которые я Встретила И с которым Я имела Дело И в школе И в университете Когда училась И поэтому Я передаю Огромную Благодарность Автору Этого учебника Кузову Владимиру Петровичу Я лично передала Теперь Я бы хотела Сказать Единственное Условие на этом Наши знакомства Не закончили Потому как Я В 2013 году Имела такую Счастливую Так сказать Ну Счастливую Радость Что ли Для меня Участвовать В пятом Российском Семинаре На тему Комплективной Технологии Иноязычного Образования Куда я Отправила Свой урок Хай-Тех Прост Энгхонс Я конечно Не ожидала Что урок Может Так Получить Такую Высокую Оценку Получить Оценку Лауреата Всероссийского Конкурса И Лично Я получила Приглашение На пятый Всероссийский Семинар Совершенно Не думая О том Что То есть Я просто Хотела Выразить Всю свою Признательность Всю свою Любовь Что ли К Владимиру Петровичу В этом уроке Потому как Я работала С учебником Не один Не два Года А более Десяти лет Поэтому Прочувствовала Со всех сторон Поэтому Хотелось бы Сказать Что Я рада Была Этой встрече На Пятом Всероссийском Семинаре А потом В 2015 Году Я С дома Попала К Владимиру Петровичу Кузову Учась В Академию Просвещения Там Где он Нам Прочитал Лекции По ВГОС О том Как Преподавателя Иностранного Языка Понимать Этот ВГОС И как Его Применять В своей Работе Владимир Петрович Удивительный Интеллигентный Корректный Доброжелательный Большой Выдержкой Терпения Производит Впечатление Умного Проницательного Доброго Человека С высоким Потенциалом Интеллекта Строго Дисциплины Порядка Во всем Требовательности Культуры И Нравственности Академия Просвещения Куда я попала Произвела У меня Конечно Очень Большое Впечатление И привела К выводу О том Что Владимир Петрович Умеет Не только Умеет И владеет Методикой Пользоваться Научным языком Легко И доступно Раскрывать Секреты Подводит Учителя К новым Третьим Вершина Знаний Владимир Петрович Великолепно Трудно Внимание В пост По иностранному Языку Четко Дает Установку И подробно Объясняет Все секреты И тонкости С помощью Своих Следований Благодаря Благодарному Подходу К проблемам Преподавания Иностранного Языка Профессор Использует Компонентные Состав целей И содержания Современности Образования Успения Развития Цивилизации Учителей Иностранного Верховного И развития Методического Мастерства Учителя Ну и Последнее Что бы я Хотелось бы сказать Основы Создания Единой Методической Терминологии Ну На мой взгляд И по моему Многолетний Личный Колоссальный Опыт Работы Профессора А также Научная И практическая Действованность Методической Школы Развитие Методики Обучения Учеников И соратников Владимира Петровича Кузова В области Современного Обучения Иностранному Языку Иноязычного Образования И профессиональной Подготовки Учителей Искала Большое Уважение И любовь Среди коллег И единомышленников Преподавателей Авторского Коллектива И заслуживает Высокой Государственной Отсытки Внимание Рады Благодарю За И очень рада Таким Уникальным Человеком Преподавателем Который Самое Главное Обращает Большое Внимание Не только На ту науку Которой Занимается Но он Видит Человека Перед собой И учителя Спасибо большое Валентина Федоровна Спасибо большое За ваше выступление Да Большое Большое спасибо Владимиру Петровичу За эту встречу Спасибо за внимание Да Я передаю слово Следующему Выступающему Возникли Небольшие Сбои Технические И Надежда Ехимовна Пока Отключилась Но мы Надеемся Что она Еще к нам Вернется Я передаю слово Елене Вячеславовне Кузнецовой Елене Вячеславовне Пожалуйста Не хочу от лица Руководителя Но и Просто очень хорошего Человека Которому Приходится Вот каждый день Ван Петрович Приходится решать Множество проблем Связанных не только С образованием Но еще иногда И с нашими проблемами И в которые он Всегда вникает В которых он всегда Помогает нам Во всех сложных ситуациях Желаем вам Энергии Удовлетворения От работы Крепких нервов Для столь Ответственной работы И надежных коллег И сорокников Пусть в жизни Ваши будут Больше радостных моментов Больше позитивного настроя Вокруг будут Близкие друзья Коллеги Здоровья Энергии В долгих Продуктивных Лет В общем Поздравляем С юбилеем И послушание Авторского коллектива Не обещаю Поздравляем вас Спасибо Спасибо Но К сожалению Нас Подходит Концом Но мы еще Подготовили для вас Один сюрприз Владимир Петрович В честь вашего юбилея Мы подготовили статьи В которых Были опубликованы Работы всех участников Сегодняшнего мероприятия А также Коллеги Которые В силу ряда обстоятельств Не смогли присоединиться к нам Статьи Опубликованы В журнале Просвещения Иностранной языки И на официальной странице Нашего издательства Дорогие друзья Дорогие Коллеги К сожалению Наша встреча Подошла К концу Владимир Петрович Если есть вам Что-то сказать Пожалуйста Мы нам даем слово Спасибо большое Конечно У меня есть Что сказать Но после того Что я услышал Мне остается Только взмахнуть Крыльями И улететь Потому что Столько Слов Добрых Вряд ли Где можно услышать А ведь Профессия Автора Она довольно Сложная И если Вспомнить Евтушенко То Очень часто Случается Так что Авторскому Коллективу В том числе И мне Не всегда Говорили Такие Добрые Слова И не Всегда Дарили Цветы Пинки Шли Вместе В перемешку С гладиолусами Если вспомнить Евтушенко Ну Как Методисты И У методистов Есть Свои Вредные Вредные Привычки Я не могу Не сделать Уважаемым Организаторам Одно Замечание Вы же меня Простите Вот когда Вы говорили Хорошие слова В мой адрес И говорили Про учебник Кузовлева Конечно Вы должны Понимать И говорить Что Учебник Под руководством Авторского Коллектива Владимир Петрович Кузовлева Вот эти Все добрые Слова В адрес Учебников Нашей линии Они относятся Не ко мне Лично А к авторскому Коллективу Я понимаю Что есть такое Явление Как компрессия Экономия В языке И когда Говорят Учебник Кузовлева Подразумевается Что это Учебник Авторского Коллектива Под руководством Кузовлева Но это Я обязательно Должен Сказать И вот Сегодняшний Юбилей Свой Я рассматриваю Не как мой Какой-то Такой праздник Хотя если Если вспомнить Бернарда Шоу Который сказал Парадоксальную фразу Только Неумные люди Отмечают День Пробежения К смерти Но в России Сейчас Каждый прожитый год Это большое Достижение А если год Еще продуктивно Прожит То это Замечательно Я хотел бы И когда Говорят Что Владимир Петрович Руководитель Авторского Коллектива Это тоже Не совсем Точно Потому что Научным руководителем Нашего Авторского Коллектива Все годы Был Эфим Наральч Пасов Если вы Откроете Учебник То там Об этом Сказано Научный руководитель Авторского Коллектива Эфим Наральч Пасов И все мы Учебники Создавали На основе Его концепции Коммуникативного На язычном образовании Развитие индивидуальности В диалоге культур Поэтому Вот эти добрые слова На мой юбилей Я отношу К нашему Авторскому коллективу И в первую очередь Может быть Даже в первую очередь Нашему учителю Потому что Я Его учитель Он приехал в Липецк В 71-м году И первыми студентами Мы стали С Натальей Михайловной Лапой И Вот эти слова Которые звучат На мой юбилей Относятся В полной мере Наталье Михайловне Лапой Потому что Мы с ней Учились в одной группе И по сути дела Мы Остальные Уже Это все наши студенты И по сути дела Мы с ней С руководителей Потому что Когда создается Длинная линейка Учебно-методических комплектов То Возникает проблема Не только Создать этот учебник Учебно-методический комплект Но и научить его По нему работать Потому что Учебник Оживая только в руках Подготовленного учителя Поэтому Мне много приходилось Ездить По регионам А на хозяйстве Тогда оставалась Наталья Михайловна Лапа И вот благодаря Ее организаторским способностям Ее Тактичности Выдержки Которой мне порой Как импульсивный мужчина Может быть не хватало И мои коллеги Это иногда ощущали На себе За что я Перед ними Извиняюсь Вот Наталья Михайловна Она тоже Отметила Свое Семидесятилетие Совсем Недавно Поэтому У нас Даже Юбилеи Такие Коллективные Которые Совпадают Еще я хотел бы Сказать Большое Спасибо За эти Добрые слова И За То что Коллеги В это Сложное Время Нашли Силы Подготовить Выступление Пообщаться С учителями Узнать их мнение Сделать Презентации И Вы знаете Много Отличительных Особенностей Есть В наших УМК Некоторые Из них Сегодня Прозвучали В вебинарах Моих Коллег Но Есть Одна Уникальная Способность Отличительная Способность О которой Мы редко Говорим Наша Линия Удерживается Федеральном Перечне Да и Вообще На рынке Учебной Продукции Вот В течение Долгого Времени Благодаря Тому Что С учебниками Работают В своих Регионах Такие Талантливейшие Талантливейшие Руководители Которые Присутствуют Вот здесь Предводители Донского Казачества К сожалению Валентина Михайловна Канаева Не может Присутствовать А И Предводители Кубанского Казачества То есть Этого Региона Учителей Вот С этой Линией Продолжают Работать В первую очередь Те Учителя И те В тех Регионах Где методистами Работают Очень Неравнодежные Люди Которые Заботятся Не только О том Чтобы Ученики Сдали ЕГЭ Но они Заботятся О том Чтобы Выпускник Не только Знал Худо-бедно Английский Язык Но он еще Выходил Гражданином России Поэтому Они поддерживали Наш учебник Потому что Он был Созвучен Их психологии Их Позиции Как гражданина Чтобы учить Чтобы на уроках Не только Обучали Мы с вами Но еще и Воспитывали Вот мы Пытались Создавать Этот учебник Именно Таким образом Чтобы Обучение Шло Вместе С воспитанием И чтобы на уроке Мы моделировали Не учебный Образовательный Процесс Поэтому Я считаю И я горжусь Что В моей Долгой Педагогической Практике Мне Посчастливилось Встретить Таких Замечательных Специалистов Вот которые Сегодня Выступили Здесь Еще я Хотел бы Сказать Большое Спасибо Издательству Просвещению Вся Жизнь Нашего Авторского Коллектива Связана Именно С этим Издательством Хотя Не буду Скрывать Что Поступали Предложения Особенно В то время Когда Эта линия Была Единственная От других Издательств Но Мы Эти Вопросы Никогда Серьезно Не Рассматривали Потому Что Мы Считали И по Прежнему Считаем Издательство Просвещения Ведущим Нашим Издательством В В нашей В нашей Стране И Поэтому Огромное Спасибо Всем Тем Кто Организал Вот Эту Конференцию Ты Марина Витальевна Которая Здесь Присутствует Это И Ирина Николаевна Темновая И Большое Спасибо Вице-президенту По издаческой Деятельности Викторе Ритменко Пыловой За Те Добрые Слова Которые Настя Сказала При Открытии Конференции Но И Самое Главное Самое Главное Большое Спасибо Учителям Которые Эти Долгие Годы Преданы Нашей Линии Учебников Связали С ней Судьбу Перенесли Сложности Очень Большие Когда Они Впервые Привыкали Работать С нашей Линией Учебников Потому Что Она Появилась В смутные Годы Когда Осуществлялся Переход На новые Учебники На новую Педагогическую Парадигму Образовательную И Им Пришлось Осваивать То Что Потом Спустя Десять лет Должны были Осваивать В связи с введением Нового образовательного Стандарта Другим Учителям Они Были Первопроходцами И мы Очень Очень Благодарны Тем Учителям Которые Работают По нашим Учебникам И очень Приятно Когда Проводишь Какой-то Авторский Вебинар В одном Из регионов И уже Подходит Учитель Молодой А вместе С тем Его Учитель Который Учил Его По нашим Учебникам Говорит Вот Меня Учили По вашим Учебникам Я Училась А теперь Я учу Вас По Вашим Учебникам Вот тогда Понимаешь Сколько тебе лет Но Поэтому И еще Одну Хорошую Традицию Издательство Просвещение Закладывает Мы обычно Долгие Добрые слова Говорим Учителям Авторам Учебников Ученым Уже после того Как они Уходят Из жизни А вот То что При При Полном Здравии Проводятся Такие Конференции Это Очень Очень Здорово Но В жизни Каждого Человека Наступает Период Когда Начинаешь Задумываться Как ты Прожил Жизнь Что ждет Впереди Но впереди Вообще Очень много Интересных Задумок Очень многие Родились В последние Дни Общения Софим Израильчем Когда Появилась Возможность С ним Проводить Время И обсуждать То что Можно еще Сделать Хотелось бы Сделать Очень интересный Хороший Межкультурный Учебник Но Но Время Время Покажет Ну С 70 лет Это Какой-то Конечно Уже Черта Юбилей И вот Иногда Думаешь Что Время Льется Как Вино Сразу Отовсюду Но Однажды Видишь Дно И Сдаешь Посуду Но вот После Сегодняшней Встречи С вами Уважаемые Коллеги У меня Как-то Эта идея Отошла На второй План Я думаю Что Еще Еще Рано А Лучше Я буду Наверное Вот Это День Сегодня И Вот Это То Событие На котором Я Присутствовал Я бы Сказал Оценил Другой Фразой Когда Устал И Жить Не Хочешь Полезно Вспомнить В гневе Белом Что Есть Такие Дни И ночи Что Жизнь Оправдывают В целом Спасибо Что Вы Такой День Подарили Нашему Авторскому Коллективу Мы Понимаем Что В наших Учебниках Не только Положительная Сторона Есть и Недостатки Мы их Знаем И Дай Бог Нам сил Мы их Исправим Спасибо Вам Огромное Всего Вам Доброго До Новых Встреч Вадим Петрович Спасибо Вам Большое Ну а я В свою Очередь Хотела бы Угодить Всех Участников Всех Слушателей Мы Очень Рады Нашему Сотрудничеству Владимир Петрович Еще раз Поздравляем Вас С Днем Рождения Спасибо Большое Спасибо Всего Вам Доброго До свидания До свидания Продолжение следует...